Привет! Хочу поделиться с вами своим рецептом зеркальной шоколадной глазури. Его прелесть в том, что делается глазурь по этому рецепту из простых, доступных, недорогих продуктов, которые очень легко найти в любом магазине. Не понадобится нам ни инвертный сироп, ни дорогущие сливки для взбивания, а глазурь выйдет действительно зеркальная, да еще и вкусная. Посмотрите, как отражается цветок на торте. Изображение немного искажено из-за неровной поверхности торта, но, как я вам и говорила ранее, на профессионала-кондитера я не претендую и делюсь своим опытом с такими же простыми хозяйками-любительницами. Такую глазурь можно сделать в большем объеме и хранить в холодильнике, она долго хранится и использовать по мере необходимости. Зато вид изделию глазурь придает аккуратный, праздничный и возиться долго не надо, а это очень важно. Продукты, необходимые для приготовления глазури, вы видите на экране. Этого количества глазури хватит, чтобы покрыть полностью тонким слоем два торта диаметром 23-24 сантиметра. Итак, приготовление. Сразу же замачиваем желатин в 70 граммах воды, чтобы он набух. На плиту ставим корец или маленький сотейник, в чем будем варить глазурь. Выливаем в него воду, высыпаем сахар и провариваем сироп до растворения сахара. Затем аккуратно добавляем какао-порошок и доводим до кипения, постоянно помешивая лопаткой. Затем берем сливки, нагреваем их сильно в микроволновой печи, но не кипятим. Также нагреваем в микроволновой печи раствор с желатином, чтобы желатин растворился. Теперь аккуратно в заваренную глазурь частями вливаем сливки и хорошо все размешиваем до однородности. Последним этапом вводим желатин и снова хорошо все размешиваем. Берем посудинку, где будем хранить или остужать перед использованием нашу глазурь и процеживаем глазурь через сито, чтобы все комочки нерастворившегося желатина остались в ситечке и не испортили нам глянец глазури. Накрываем глазурь в контакт пищевой пленкой и убираем баночку до тех пор, пока нам не понадобится сей продукт. Затем отрезаем или отламываем часть глазури, топим ее в микроволновой печи до жидкого состояния и покрываем наш торт сверху глазурью. Не стесняйтесь поправлять глазурь по бокам и сверху лопаткой. Следов от лопатки не будет, при условии, что глазурь будет хорошо теплая, ну около 45-50 градусов. И вот так аккуратненько у нас получилось в итоге. Если вы заранее приготовите глазурь, то на украшение торта в момент X вы займете совсем немного времени, а результат вы видите превосходный. Если вам понравился мой рецепт, вы знаете, что делать. Жмите пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии под видео. Ну а я, как всегда, желаю вам удачи в делах, хорошего настроения и, конечно же, приятного аппетита! Пока-пока!